Здравствуйте, зрители моего канала! Сегодня у нас видео распаковка. Мы будем распаковывать бьюти-боксы с сайта Cosmopolitan Wolfbox. Давно я там ничего не покупала, но так как нашла промокод, который действует, по-моему, всегда и везде, это WOLF40, я решила заказать два бьюти-бокса, третий получить в подарок, чтобы посмотреть, что сейчас находится в составах таких боксов, выгодно это или нет, ну и показать вам. В отличие от нью-бьюти-бокса, составы у Cosmopolitan закрыты, то есть вы не знаете заранее, что там будет, но и у Cosmopolitan, и у нью-бьюти-боксов я никогда не покупаю за полную стоимость, потому что стоимость боксов чаще всего завышена, и вы можете прогадать. Лучше всего поискать какие-нибудь промокоды в просторах интернет. Я здесь все уже подсчитала, Итак, Cosmopolitan World Box предлагает вам три вида боксов по стоимости за 1490 рублей, 1690 рублей и 1990 рублей. Я заказала два за 1490 и за 1690 рублей, но применила промокод, и вместо 3350 рублей я заказала эти наборы за 1900 рублей. Все вчера посмотрела, посчитала. Давайте смотреть, что находится в составе, выгодно это или не выгодно, интересны эти наборы или нет. Давайте смотреть. Первое, что мы разберем, это самый дешевый бокс, это за 1490 рублей без скидки. Так, не хочет фокусироваться камера. 1490 рублей без скидки, наполнение я посчитала на 2308 рублей. Давайте посмотрим, что у нас здесь находится. итак, я не все считала. Например, я не считала вот такие вот гели для рук с антибактериальным эффектом, потому что я считаю, что они сейчас везде, повсюду и в принципе уже как бы не очень-то актуальны. Здесь 100 миллилитров, это, конечно, полноразмер, но вот таких штукенций у меня очень много, и я даже примерно не представляю, куда их можно использовать. Далее, что здесь находится, это протеин, балтончик без глазури, клубничный йогурт, пищевой продукт для питания спортсменов. Не знаю, для чего они нам в боксе для питания спортсменов, но вот есть. Срок годности у него до 21 июня 2022 года. Следующая, это вот такая миниатюра крема для рук и ногтей от Камил. Так. В объеме 30 миллилитров, так как это миниатюра крема для рук, я тоже стоимость считать не стала. Дальше, что здесь есть, это от Грин Мама, крем восхитительный бюст с эфирным маслом розы и растительный коллаген. В объеме 50 миллилитров, на озоне этот крем стоит 303 рубля. Так. Ну, срок годности пока я здесь не определила. Так как крем для бюста у меня закончился, я, конечно, этим кремом воспользуюсь, потому что все равно собиралась что-то для бюста покупать. Так. Дальше. Тени. Кое-как их нашла. Тоже на озоне. В оттенке 839 рублей. Это графит. Ну, для стрелочек, наверное, будет хорошо. Стоимость таких теней 260 рублей. Годные они до марта 2024 года. Ну, попробую воспользоваться. Не знаю, буду пользоваться или нет. Ну, темноватые, конечно. Дальше. Спрей-уход для объема волос с пантенолом и растительным кератином в объеме 60 миллилитров. И такой спрей стоит, по-моему, 310 рублей. Тут ручка плохо писала. Но годен он до ноября 2022 года. Поэтому я не уверена, что я его успею использовать. Потому что у меня сейчас спрей для волос от Олин. Но если он закончится, то я, конечно, попробую использовать этот. Далее у нас здесь такая вот двоечка. Что, собственно говоря, радует. Потому что я как-то уже говорила, что не люблю, когда отдельно приходит бальзам, маска или шампунь. Хорошо, когда есть шампунь и бальзам одинаковой серии. Чтобы можно действительно было оценить эффект. Это шампунь от Сьез для тонких волос, лишенных объема. Как раз то, что мне нужен. И бальзам для тонких волос, лишенных объема. Это с экстрактом фиолетового риса. Значит, они одной серии идут. Я примерно высчитала стоимость таких миниатюр 85 миллилитров. Так. Со сроком годности тоже пока не определилась. Это надо прям основательно смотреть. Но то, что есть и шампунь, и бальзам, это уже, конечно, радует. Вот такой вот скраб для лица от Невеи. Я, честно говоря, не видела такого ни разу. По стоимости на озоне он 500 с чем-то рублей стоит. Срок годности у него до марта 24-го года. Где-то я вчера писала стоимость 510-550 рублей он стоит. Он идет с активным углем. Представляет вот такой вот кусочек ну, как бы мыло 565 рублей он стоит. Здесь нужно ополоснуть лицо и скраб водой, не вспенивая его. Возьмите скраб в руку, помассируйте на лицо круговыми движениями, уделяя особое внимание носу, зонам лба и подбородка, смыть водой и наслаждаться чистотой и гладкостью кожи. Не знаю, я до этого ничем таким не пользовалась, но так как это совершенно новый для меня вид скраба для лица, то я, конечно, попробую. Вдруг кто-нибудь из вас пользовался. Ну, тогда расскажите, как вам, нравится или нет. Следующее это крем Перфект Дерма. Стоит он 450 рублей. Увлажняет и восстанавливает дневной крем для лица с SPF 10 с ветивером и маслом ши. Мгновенно успокаивает кожу, интенсивно увлажняет, создает идеальную основу для макияжа. Это для сухой и очень сухой кожи, склонной к раздражению. Показано к применению сухость, тянутость, шелушение, покраснение и микротрещины. Стоимость его 450 рублей. Для сухой и очень сухой кожи это очень хорошо. Главное, чтобы он не был сильно жирненьким. Вот. Так, срок годности указан на упаковке. Скорее всего, а, срок годности у него до августа 2022 года. Не очень хорошо. Срок годности маленький. Ну, и следующее, это крем для депиляции, гладкость и надолго, отшелушивание и увлажнение для чувствительной кожи ног и рук. Я такими средствами не пользуюсь, но стоит он 250 рублей. Вот это первый состав бокса. Давайте сразу, итак, наполнение на 2308 рублей, что меня здесь радует, чем я буду пользоваться. Это бальзамом и шампунем для волос. Скраб для лица меня интересует и восхитительный бюст. Насчет вот этого всего не очень уверена, потому что сейчас у меня есть в использовании спрей уход для объема волос, но если я успею, то я использую, как понимаете, срок годности маловато, чтобы лежать в запасах. и вот этот перфект дерма до августа 2022 года говорит о том, что его нужно срочно использовать. Тоже не очень хорошо, я не люблю, когда получается, что нужно бегом-бегом-бегом бежать и чем-то пользоваться. Крем для депиляции меня не интересует, но и тени темноватые, были бы какой-то более такой носибельный оттенок я бы была бы рада. Так, ну вот, кому есть претензии, наверное, сюда. Следующий бокс меня не очень порадовал. Это кэшелл-бокс, который по стоимости должен выходить на 1690 рублей, но у меня наполнение получилось на 1047 рублей. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Так, здесь две маски веган, так вот красиво они переливаются, увлажняющие, эмолаживающие, увлажняющие, восстанавливающие, по стоимости они выходят на 58 рублей. Тканевые маски иногда нужны, я не сильно их люблю, но использую под массажер для лица. Две маски. Мукачино и миндальное молоко для иммунитета я, в принципе, так какие средства не употребляю, поэтому это под большим вопросом, даже считать не стала. Дальше от Skinlight ночная маска интенсивное восстановление, но вот это можно еще попробовать, срок годности тут три года со дня изготовления, но вот когда она была изготовлена, я, к сожалению, не вижу, 2019 год плюс три, это 2012, то есть срок годности уже подходит к концу. Опять же засчитать это как нормальное средство не могу, срок годности поджимает. Дальше Бипаптем Дерма это лосьон для тела для сухой и очень чувствительной кожи, в объеме 10 миллилитров не стала считать, потому что это миниатюрка и срок годности у него до сентября 2023 года. Ну, я его использую, конечно, его можно использовать на пятки, например, на локти, летом самое то. Так что это средство пойдет в дело. Дальше я не нашла стоимость вот этого шампуня. Марка интересная, но все вот не в наших денежках. Тут объем 25 миллилитров, здесь шампунь, вот срок годности до января 2023 года я попробую, конечно, эту миниатюру, но вот по стоимости сказать вам ничего не могу, потому что не нашла. и миниатюра, я не думаю, что шампунь продается в таких объемах, как полноразмерное средство. Дальше опять Боро Плюс Перфект Дерма стоит он 390 рублей. Так, содержит масло Ши, Витивенер, если там у нас объем был 50 миллилитров, здесь 75, по-моему, миллилитров. и срок годности у него тоже до июля 2022 года. Оба крема, так как они с подходящим сроком годности, наверное, буду использовать на пятки, локти, ну, уж на лицо, конечно, наносить не буду. Посмотрите, здесь такая вот приличная кучка собирается. Так, зубная нить от Splat стоит она 365 рублей, ничего не могу о ней сказать, потому что никогда не пользовалась, но попробую, раз уж попалась она мне. Зубная паста без фтора, манго и мята. Такой зубной пасты не было у меня, она представляет мне интерес, стоит она 176 рублей, я, конечно, ею буду пользоваться. Срок годности у нее до ноября 2023 года. Зубная паста это интересно. И еще один маленький крем для красоты рук, восстанавливающий. Эту миниатюру я считать не стала, потому что это маленькая, слишком 30 миллилитров 3 года срок годности изготовлен в 21 плюс 3 это значит до ноября 2024 года. Интенсивное восстановление с маслом ши, манго, депантенолом, дерма. Ну, крема для рук, они лишними никогда не бывают. Замечу, что этот бокс как бы дороже по стоимости выходит на сайте, но наполнение у него совершенно скуньенькое, абсолютно причем. Вот, ну, вот как-то так пока. И третий бокс, это подарочный бокс, он называется Озон нью-бьюти-бокс. Его наполнение меня порадовало больше, в плане того, что на нью-бьюти-боксе я смотрела на такой бокс и хотела его взять, потому что наполнение мне нравилось. Так, наполнение подарочного бокса вышло на 1215 рублей. Ну, а мне он как бы достался бесплатно, да? Итак, первое. Это бритва для чувствительной кожи от Дионика. Стоит такая бритва 340 рублей, так как я пользуюсь бритвами, то это, конечно, представляет для меня интерес, я как раз такую и хотела себе. К ней же идет нежный мусс для душа, мягкость шелка, я использую ее для бритья, то есть лично я, это будет моя, здесь объем 200 миллилитров, так, срок годности, срок годности, сколько она года после изготовления, ничего не могу найти, ну, ладно. Так, стоит она, по-моему, 302 рубля, такая пена. я бы сказала, что радует то, что бокс был более продуман, чем все остальные, именно подарочный бокс, в плане состава, то есть бритва, мусс для бритья. Так, гель для рук антисептический, я его не считала, потому что я уже объясняла, таких гелей для рук с антисептиком очень-очень много, они в таких объемах совершенно уже не актуальны. Дальше, вот такой крем для рук в объеме 50 миллилитров, стоит он 155 рублей, содержит кокос, алоэ вера, розу. Ну, крема для рук лишними не бывает, срок годности у него до октября 23-го года, то есть кремами для рук я обеспечена полностью. Еще одна миниатюрка для рук и ногтей от Camille Sensitive в объеме 30 миллилитров, вот, получается две такие вот штучки. Я считать, естественно, не стала, потому что это явно неполноразмерное средство. Далее, маска от Beautyfic, маска Эксфолиант, попробуй самый трендовый эффект стеклянной кожи с маской для лица, обогащенной куркумой, клюквой, минеральными частинцами, пемзы, бережно удаляет слой ореговеших клеток кожи. Объем здесь 10 миллилитров, тоже засчитывать в стоимость не стало, но опять же маска для лица это все какое-то разнообразие по сравнению с другими составами. Зубная паста, стоимость у нее 219 рублей, тоже лишним не бывает, потому что у меня 5 человек и зубные пасты у нас уходят очень быстро. Здесь 100 миллилитров и срок годности у нее до декабря 24 года, так что вполне мы успеваем ею пользоваться. Церамет в объеме 75 миллилитров по стоимости 199 рублей это крем для ног тройного действия для сухих огрубевших и потрескавшихся пяток и кожи ног. Такая беда у меня обычно летом, поэтому летом я его с удовольствием буду использовать. Так, по срокам годности, по срокам годности, годен до октября 22 года, но до этого времени я его использую, хотя теперь у меня для локтей и ногтей еще два крема отбора плюс, которых подходит срок годности. Карандаш для губ, который мне совершенно не нужен. Мы его туда отложим. И вот такая миниатюра геля для умывания. вот такой вот состав. При этом я хочу сказать, что больше мне понравился именно подарочный бокс, а все остальное как-то не очень. Если считать общую сумму наполнения, то она выходит на 4570 рублей, так как я заплатила 1900, получается прибыль 2670. вопрос, что из этого вам нужно и представляет интерес. Поэтому это к вопросу о том, что попадается в бокс космополитен. Частью я, конечно, буду пользоваться, часть пойдет в утиль, ну, а там дальше посмотрим. Как видите, совсем средств с истекшим сроком годности нет, но есть средства с истекающим сроком годности, то есть до лета, до середины лета, или до конца года, слишком много средств для наполнения из трех коробок. Это мое личное мнение. На этом у меня все. Всем всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы.